привет друзья подписчики и привет всем зрителям смотрим видео обязательно до конца я на ладони все так разложу что блондинки тоже легко поймут когда вы утром на холодном двигателе заводите машину основное предназначение термостата помочь двигателю быстро прогреться до оптимальной температуры оптимальная температура для разных машин примерно варьируется в пределах от 90 градусов до 110 градус цельсия его основная цель поддерживать оптимальную рабочую температуру двигателя это так сказать термоклапан который открывается и закрывается на определенном температуре зачем важно быстро прогреть двигатель до оптимальной температуры если сказать попроще это важно для того чтобы на оптимальном температуре достигается максимальная мощность двигателя по своей мере минимальное потребление горючего и на оптимальном температуре вредные выбросы в атмосфере минимальные вот поэтому важно термостат чтобы обеспечить как можно быстрое прогревание двигателя теперь посмотрим визуально и постараемся еще раз вникнуть в суд в двигателях есть две контуры системе охлаждения маленькая и большая где циркулирует охлаждающая жидкость и как мы знаем предназначение этой охлаждающей жидкости не допустить перегрев двигателя когда температура достигнет и передостигнет максимальное допустимое значение допустим двигатели есть только одно контур циркулирования антифриза вот например на схеме по этому контуру циркулирует антифриз и когда температура антифриза достигнет максимальное допустимое значение с помощью температурного датчика блок управления получает сигнал и включает вентиляторы чтобы понизить температуру но как показала практика в двигателе только один контур системе охлаждения недостаточно то есть когда утром двигатель холодный и мы запускаем ее оно слишком долго креется чтобы сократить время прогревания инженеры придумали такой хитрост они сократили путь циркулирования антифриза то есть создали второй маленький круг циркулирования антифриза и само собой понятно что если антифриз циркулирует по малому кругу оно будет быстро прогреваться и соответственно температура двигателя скоро будет подниматься вот именно поэтому важно термостат который обеспечивает циркулирование антифриза по малому или по большому кругу циркулирования охолождающей жидкости сначала когда двигатель холодный термостат перекрывает большой путь циркулирования антифризу и не дает ему возможность циркулировать по большому кругу вот этот момент антифриз циркулирует потолку по малому кругу температура антифриза постепенно поднимается и когда она достигает нужному значению в этот момент термостат термоклапан открывается и дает возможность антифризу переключиться на большой путь циркулирования то есть антифриз начинает циркулировать по большому кругу если температура антифриза становится слишком большой в этот момент получает сигнал вентилятор включается она и таким образом системы охлаждения обеспечивается нужная допустимая температура вот такой не очень хитрый способ работы системе охлаждения и собственно термостата при покупке термостата в магазинах нужно обратить внимание на каком температуре открывается данный термостат для одной и той же машины существует разные термостаты открывания температуры который варьируется от 75 до 90 градусов цельсия зачем важно температура открывания если вы живете в теплых краях тогда можно купить и термостат открывания которого 70 градусов цельсия но если вы живете в холодные края тогда лучше купить термостат который открывается на высокие температуры так как от термостата еще зависит какой будет температура в вашем салоне зимой от температуры открывания термостата зависит мощность и расход топлива вашего автомобиля оптимальная температура открывания термостата считается 85 градусов цельсия как проверить на каком температуре открывается наш термостат берем какую-то крючку с водой и термометром закидываем туда термостат и начинаем греть наблюдаем за термометром и когда термостат откроется значит это и есть температура открывания термостата если вы замечаете что ваш двигатель слишком долго прогревается или не прогревается печка в салоне не греет или плохо греет а трубки раздувается все это может связано неисправностью термостата короче почти все что связано с проблемами системе охлаждения может быть связано с неисправностью термостата поэтому нужно ее проверить самый простой и надежный метод проверки термостата это снять ее и проверить визуально часто визуальный осмотр дает нам понять термостат рабочий или нет термостат тоже чистим и там не должно быть как это грязи насадки ржавчины отломки и так далее если визуально все порядке тогда можно ее прогреть например газовым нагревателем и понаблюдать как она открывается и закрывается если при прогреве она не реагирует тогда ее под замену если например на прогреве реагирует но хотим установить на каком температуре она открывается можно проверить ее с помощью водяной кружкой с термометром на газовом плите есть еще более простой метод который работает по чувствуя случая значит запускаем двигатель на холодном держим вот этот верхний патрубок радиатора придется примерно 10-15 минут понаблюдать есть три варианта если трубка не прогревается течение 10-15 минут значит термостат заклинило в закрытом положении и не работает если трубка медленно прогревается значит термостат заклинило в открытом положении и не работает если трубка сначала холодную, но через некоторое время вы почувствуете, что оно вдруг резко стало горячим. Это означает, что термостат все это время был в закрытом положении. Она открылась, и поэтому трубка резко стала горячей. Это говорит о том, что термостат работает нормально. Но все-таки нужно какой-то опыт, чтобы точно определить, работоспособность термостата. Вот основное все, что связано с автомобильным термостатом. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, на кнопку «Нравится» и обязательно оставляем комментарий. Спасибо всем за просмотр. И еще смотрим интересную инфу, которая будет полезна для всех. Привет, друзья подписчики и привет, дорогие зрители. Замена воздушного фильтра в автомобиле имеет несколько положительных аспектов, которые важно учитывать. Некоторые слишком растягивают замену воздушного фильтра из-за финансовых соображений и не хотят раскошелиться. Но зря. Как говорят, скупой платит дважды. Вот плюсы в своевременной замене воздушного фильтра. Первое. Уменьшение расхода топлива. После замены загрязненного воздушного фильтра может уменьшиться расход топлива и улучшится разгон машины. Вы от машины будете ощущать больше силы. Согрязненный или поврежденный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, попадающего в цилиндры двигателя, что приводит к увеличению нагрузки на двигатели и, следовательно, к большому расходу топлива. На каждый килограмм топлива двигателю необходимо более 14 килограммов кислорода. Поэтому важно не ограничивать его подачу. Второе. Уменьшение количества вредных выбросов. Загрязненный или поврежденный воздушный фильтр изменяет соотношение воздушно-топливной смеси, что может привести к загрязнению свечей зажигания, неровному холостому ходу и увеличению выбросов. Дисбаланс смеси также негативно влияет на окружающую среду. Третье. Увеличение срок службы двигателя. Мелькие частицы, проникавшие через поврежденный воздушный фильтр, могут серьезно повредить внутренние детали двигателя, такие как пошли и цилиндры. Регулярная замена воздушного фильтра помогает предотвратить такие повреждения и продлить срок службы двигателю. Замена воздушного фильтра – это простая, быстрая и недорогая процедура. Рекомендуется менять воздушный фильтр как минимум каждый 19-24 тысяч километров, а при передвижении в условиях повышенной запиленности – еще чаще. Некоторые воздушный фильтр после 50 и 100 тысяч километров меняют или вообще не меняют. Так что рекомендую возьмите соответствующий инструмент, откройте крышку воздушного фильтра и посмотрите, что внутри происходит. Выберите подходящий фильтр для вашего автомобиля и следуйте рекомендациям производителя. Спасибо всем за внимание и просто подписаться на канал. Продолжение следует...